Моем третий этаж, мои любимые, смотрите, все тут под диванчиками, под креслом, все это отодвигали, все это намываем вообще. И тут до конца весь этот намыли. Вчера я вам показывала, какой он был. Мы тут вдвоем с Юлькой, наверное, часа два. Ну и эту лестницу наверх тоже помыли, я не буду сейчас уже топтать, пусть она немножечко просохнет. Короче, жесткачет. Давайте хоть поздороваемся. Привет, мои любимые. Доброе, прекрасное дивноморское утро. У нас солнышко. Я успела уже с шести утра и на балкончике посидеть, и позагорать немножко. Капелька облачная, но смотрите, все равно солнышко, ветерок легкий. Очень-очень-очень классно. Вчера повесили вот эту кофейню венскую. Ну, это надпись, ее не было. Где-то она была у них спрятана. И вот этот вот, этот вагончик, или как это называется, ларечек, тоже вчера ремонтировали весь день, поэтому я закрывала дверь. Там запах был такой стружки и всякой, всякой всячины. Всячины. У нас четверг, мои любимые. Число. Ой, какое уже число сегодня. Опять запах костерка, дымка, шашлыков, не знаю чего. Птички поют, музыка играет. Запах обалденный. Девчонки тут кашляют, работают. Ну, они тут в тенечке, им холодно. А мне на солнышке прекрасно. Я немножко что-то там по... Пылесосила этот этаж. Юлька начала мыть. А я пошла на балкончике посидела. В общем, нравится, потому что можно так, не надрываясь, потихонечку делать. И, в принципе, время еще есть. Не так, что вообще нету времени. И нужно быстро... Я вот тут все... Там открывала всю эту посудку, мыла. Тоже вот тут водичка с этим, что я вам сказала, с марганцовкой. Она очень хорошо моет стекло. И обезвреживает. И потом оно сверкает, как хрусталь. А, хотелось показать, какое число. Я реально не знаю. Знаю, что вроде как четверг. Так, коврик я и не отогнула. Хозяйка его сделала. Так сделала. А тут пахнет чистотой и свежестью. У нас 12-е четверг. Вчера, короче, было так 11-е. Этот листочек был. А хозяйка записывала, у нее бронируют номер. Она тут стоит, говорит, можно мне листочек так? И оторвала его на сегодняшний день. А я так не успела ничего сказать, можно или нельзя. Но она типа для приличия спросила и сразу оторвала, взяла ручку. Ну и там пишет, бронировала кому-то. Люкс. С 10 августа по 20-е, по-моему, на 10 дней. Ну, а у нас четверг, мои любимые. Всемирный день медицинских сестер. Поздравляю вас всех, медицинские сестрички, с вашим праздником. Да давай снимай ты. Люся, что с тобой? Не даешь поздравить девушек, женщин, бабушек и всех-всех-всех. И мужчин тоже. Медсестер и медбратьев, наверное, тоже. И не забудьте поздравить Артема, Василия, мой бывший супруг. Поздравляю тебя с днем твоего ангела. Ивана, Федота и Богдана. Вот. Вот так вот. Не знаю, почему он не резко снимает. Не хочет. Сейчас, короче, вот этот коридор домыли. Немножечко он просохнет. А мы начнем оттуда, с конца 14 номера, начнем мыть окна. Сюда к люксам. Здесь люксы вообще жесть. Полностью все. И грязные с таким слоем этой стружки от плиток. Тут везде, где ни глянь, везде стоят эти плитки, которые они пилили, резали, меняли. Вот. И везде вот эта стружка. Не пилили ни на балконе, ни в коридоре, а все это делали в номерах. И 14-й такой же грязный. И 8-й, и 9-й люксы тоже такие же. До такой степени грязные, что я вообще не знаю. Короче, глаза боятся, но руки делают. Машинки там ездят. Чего ж она не резко снимает? Не знаю, что с ним. У меня, наверное, тоже. К кому там ходит? У меня, наверное, тоже не резко снимало. Девочки там гуляют. Прекрасные. Такое утро. Вернее, уже не утро. Уже времени дофига. Вообще, когда что-то делаешь, не замечаешь, как время уходит. Я вчера вообще не могла вспомнить, куда делся вторник. Реально, когда тело занято чем-то, ум вообще отключается. Нет ни мыслей, ничего. А только так смотришь на результат своего труда. Рассказывала я вам, что приезжала вчера хозяйка. И так зашла сюда, говорит, я не узнаю своего отеля. Такая чистота. Какие вы умницы. Так, короче, нас нахвалила. Вот. Потом туда наверх ходила, все номера смотрела. Сказала, все прекрасно, все чисто. Только там какие-то вот эти, где смесители, смесители чистые, а вот эти вот штучки железные, на которых они держатся, они ржавые, не отмываются. Им уже не знаю, сколько лет. Она сказала, вот эти держатели все надо поменять. Не знаю, что. Вот. Потом сказала, шторы снимайте все, надо их стирать, или вешать чистенькими, чтобы свежие были. А потом сказала, или не надо, смотрите, какие чистые, свежие. Ну, в принципе, сами шторы в этих трех номерах, где ремонт был, надо все поснимать. А в тех других номерах они, в принципе, чистые. Мы их вешали с юркой в конце того года, когда закончился сезон. Они единственное, что всю диму были. Их надо как-то проветрить, может немножечко попылесосить. Хотя там нет. Стружки пыльной, нет ничего, в принципе, чисто. В общем, посмотрим. Будем ходить, смотреть. И эти мы все постелили на матраснике. Короче, матрас лежит, а на него так, на матрасник такой, на резиночке, как плотненький. Они все-все-все чистые. На них никто не спал. Мы их стелились с юркой, когда люди уже все выехали. Они все-все-все новенькие, которые были там грязные, или старые, или что-то. Мы заменили все новыми и чистыми. Я настирала и с прачи не привозила. А потом мы все это закрыли покрывалами. Оно все чистое. Может быть, немножко запах сырости, потому что 7 месяцев не было тут людей, и отель так, как загрустил. Ну и, в принципе, можно повесить на балкон, на солнышко, чтобы они просто проветрились. Короче, ладно, заглебала я вас своими этими роскостями. там собачка бегает. Убежала. И лялечку выгуливают. И собачку выгуливают. Смотрите, какая красотища у нас. А я включаю французскую музыку и слушаю. И когда убираешь, так вообще спорится дело. Ладно, я свои 8, 9, 10 минут отдохнула. Надо идти дальше впрягаться. Люблю вас, мои хорошие. Всем волшебного дня. Спасибо, что вы есть. Мне кажется, я уж такая зачуханная тут стала. Надо идти в душ, когда закончу хотя бы еще что-то. И на море погодка волшебная. Спасибо вам за ваши комментарии, за ваш отклик, за ваши лайки, за нелайки, за некомменты, за все-все-все. Спасибо вам. Просто за то, что вы есть. Люблю вас. Спасибо.